75 лет назад на Кубани отгремела война, но отголоски прошедших сражений до сих пор дают о себе знать. В хуторе Салатковском прошла эксгумация останков советских солдат, похороненных на местном кладбище. Мемориал здесь не был открыт и со временем братская могила превратилась в пустырь. Было принято решение перезахоронить погибших красноармейцев с подобающими им почестями на воинском мемориале в центре хутора. Освобождение хутора Салатковского от фашистов началось в феврале 1943 года. Бои шли жестокие. По свидетельствам местных жителей, он неоднократно переходил из рук в руки. После освобождения, став тыловой территорией, здесь расположился госпиталь. Погибших освободителей и умерших от ран хоронили на местном кладбище. К сожалению, памятник на этом месте не был открыт и со временем братская могила превратилась в пустырь, по которому стали ходить жители. Поверх стали хоронить усопших уже в мирное время, ставить поминальные столы. Госпиталь находился буквально 70 метров отсюда. И, соответственно, здесь захоронения производились непосредственно и после боевых действий, и уже госпитальные захоронения. А обнаружили как? Рассказы есть рассказы, могут кто-то там приврать, скажем так. Мы на своем опыте горьком здесь копали могилку одну, копали везде кости. То бишь собрались с начальником клуба К-95, Лев Михайлович. Ребята наши приехали, щупами проверили, есть. Потом согласовали с администрацией, соответственно, договорились на какой день нам выделили трактор. Потому что территория огромная, вручную это за один день. Мы и с трактором за один день не успеем это все сделать. Ну, хоть что-то сделать, чтобы не осквернять могилы наших бойцов, которые за нас воевали. Решили их перезахоронить на памятник здесь же, в поселке. По документам, обнаруженным поисковиками на территории Салатковского, захоронены не менее 40 воинов Красной Армии. Скорее всего, бойцов 351-й стрелковой дивизии, освобождавшей хутор. Вполне вероятно, что количество захороненных солдат больше. Братское захоронение, предположительно, санитарное, так как у одного бойца на ноге был наложен лангет. И кость ноги была перебита осколком, но, видать, хотели спасти бойца, но как бы не получилось, не смогли. Будем расширяться дальше в стенки, углубляться. Мало ли, там еще будут останки. Вполне возможно, что там могут быть еще бойцы. На данный момент три бойца. Одного мы эксгумировали, и два сейчас ждут. Тоже готовимся к эксгумации еще двух бойцов. В результате работ поисковиков были обнаружены и эксгумированы останки 24-х воинов Красной Армии. Найдены пряжки, пуговицы, красная звезда с головного убора. Личности всех этих бойцов уже известны. Есть фамилии, есть звания, фамилии и все остальное. Благодаря тому, что это произведена была большая работа с архивами, вот и установлены имена и фамилии этих бойцов. Поисковикам предстоит еще два выезда на место раскопок. После завершения работ по эксгумации останки воинов будут перезахоронены в братской могиле в центре хутора Солодковского. Анна Монастыренко, Георгий Каринин. Программа «События». Продолжение следует...